А у вас, смотрите, какая конюшка сейчас, вот такая маленькая. Выслушать и заинтересовать самое важное в общении с детьми. Анастасия Шлемко – воспитатель со стажем. Каждый день на протяжении 10 лет ее утро начинается с детского смеха. В группу Анастасии ребята всегда приходят с улыбкой. У самой воспитательницы в семье четверо детей. Многодетная мама знает, как быть для ребенка другом и наставником. Есть самое важное в развитии или в обучении. Это задать вопрос и удивить. Удивить и услышать ответы. То есть услышать голос ребенка, следовать за ним. Это очень непросто, но надо стараться. Сейчас Анастасия работает в 52-м детском саду в Химках и борется за звание «Воспитатель года». Уже стала лучшей в Подмосковье. На каждом этапе конкурса главное не только обойти соперника, но и получить опыт, обменяться идеями. Одной из таких стал проект «Наука маленького роста». Анастасия разработала его сама. Проводят физические и химические опыты. Конечно, яркие и впечатляющие. Дети познают мир с помощью чувств. Матвей, у тебя просто красота. Как тебе занятие? Понравилось? Да, очень. А что вы делали? Расскажи. Мы ходили на понятянину в воздух. Я хочу повторить дома потоп из пузырей. А маму как научишь? Надо взять стаканчик, добавлять воду с мылом и перемешать, и дуть трубочку. Проекты и идеи Анастасии поддерживают не только дети, но и коллеги. Умению находить общий язык с ребятами завидуют по-доброму. Чтобы он был эмоционально благополучен, чтобы ему было просто хорошо, чтобы он с радостью шел в детский сад. Вот это самое главное. И она это умеет. Она умеет, наверное, может быть, лучше, чем многие. Сегодня Анастасия Шлемко едет в город Орел. Ее ждет общероссийский этап конкурса. Но каков бы ни был результат, главные судьи ее работы – дети, которые будут ждать возвращения воспитательницы и новых интересных занятий. Алена Беляева, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Служба новостей. Служба новостей. Служба новостей. Служба новостей. Служба новостей.